Наш город широко известен на Кубани своими хорошими традициями в военно-патриотической работе. Пожалуй, самым ярким событием последних лет у нас, как и по всей стране, стало шествие Бессмертного полка. В Славянске состоялся зональный обучающий семинар для волонтеров проекта «Добровольцы Бессмертного полка», на который были приглашены представители 10 городов и районов Краснодарского края. Тему продолжит Андрей Вишневский. Организатором этого мероприятия выступило краевое общественное движение «Бессмертный полк Краснодарский край». В детско-юношескую спортивную школу «Белая ладья» прибыли более 100 активистов из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского, Темрюкского, Приморско-Ахтарского, Красноармейского, Калининского и Славянского районов. В семинаре приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители волонтерских и ветеранских организаций, военно-патриотических клубов и поисковых объединений, местных властей и студенчества. С приветственным словом к участникам обратился руководитель краевой организации гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк Краснодарский край» Борис Левицкий. С фотографиями своих предков, воинов, героев семейных, из семейных альбомов берем эти фотографии и выходим 9 мая. Но движение живет не только 9 мая. Сама организация – это активисты, которые призваны сохранить народную идею, сделать ее действительно кристально чистой, без политической рекламы и ангажированности. И чтобы это заработало, активисты начинают приходить в школы, в студенческие среды. Заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко рассказал о военно-патриотической деятельности в городе и районе и пожелал участникам семинара плодотворной работы. Ту память, которую мы храним, она, конечно, должна быть в наших делах определена как первоочередная. Каждое образовательное учреждение у нас имеет закрепленные либо обелиски, либо памятники, либо мемориальные комплексы, где мы проводим экскурсии, где мы реализуем весь комплекс мероприятий, разработанные в районе, по именно созданию той среды, когда каждый воин, каждый подвиг, совершенный на территории нашего района, он не остается неучтенным, незамеченным. И о нем мы стараемся рассказывать как можно больше. Собравшиеся обсудили, как сопровождать и поддерживать работу в общественных штабах, узнали много нового в плане организации добровольческих проектов. Все это прошло в непринужденной атмосфере, вопросы преподносились в интересной форме. И самое главное, волонтеры всех возрастов пообщались друг с другом, обменялись опытом, нашли новых друзей и единомышленников. Мы видим и сбор определенных данных, и поисковые какие-то определенные мероприятия, и тем более память своих дедов, память своих ветеранов, память своих предков. В нашем районе тоже проводится, и с каждым годом проводится все больше и больше число, допустим, если было там, допустим, предположим, около тысячи человек, сейчас не меньше пяти тысяч человек, и все выходят, несут награды. В нашем районе активно занимаются ребята этой деятельностью. Именно волонтеры Победы организуют такие акции, как «Бессмертный полк», «Георгийская ленточка». Также не только 9 мая, в течение всего года наши ребята помогают ветеранам на дому. Участники этого благородного движения получили хороший импульс для активизации своей деятельности. На Кубани состоится еще четыре подобных семинара, на которых побывает около 500 добровольцев. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». В нем мы тоже... ...